Всем привет! В сегодняшнем видео буду делать коррекцию, а также немножечко вам расскажу, как сделать камуфлирующий полигель, чтобы он был с блестками. Так что, если это вам интересно, присоединяйтесь. Ну а с вами я, Миронова Виктория. Героями сегодняшнего видео будут вот эти ногти. Как видите, они отлично относились. Единственное, на левой руке потерялся один мизинец. Но ничего, сегодня исправим и сделаем красивые ногти. Моя девочка сегодня захотела укоротить длину и изменить форму, поэтому я сделала это твердосплавной фрезой. И затем же этой твердосплавной фрезой убираю весь материал сверху. За счет того, что эта фреза большая, такая объемная, ей намного быстрее и легче снимать старый материал на вот таких длинных ногтях, чем, например, бы я взяла тоже твердосплавную фрезу, но с диаметром поменьше. Тогда время на такое снятие ушло бы чуть-чуть больше. Поэтому, чтобы сократить свое время, я выбираю вот такую большую фрезу. Как вы видите, на этих ручках очень жирная и мясистая кутикула, которая еще и очень быстро нарастает. Чтобы с ней справиться, я буду делать несколько подходов. Изначально я беру вот такую тонкую фрезу, усеченный конус ее еще называют, и отодвигаю кутикулу. Можно сказать, что я ее отделяю от ногтя и таким образом немножечко ее еще и подрезаю. Потому что если использовать сразу фрезу пламя с острым носиком, то будет очень много этой огрубевшей кожи потом сверху, и будет сложно вычищать птеригий потом с пазух. Ничего не будет видно. Поэтому я как бы изначально ее чуть-чуть отодвигаю, срезаю, а затем уже фрезой пламя прочищаю пазухи. Я по максимуму постаралась прочистить пазухи, а потом беру ножницы и срезаю кутикулу. Хотя можно было брать сразу накожницы и срезать именно ими, потому что я потом все равно еще дорезаю. Потому что ножницами не очень удобно захватить эту всю очень грубую кожу. Я надеюсь, что вы все помните, что моя задача сейчас не сделать идеальный маникюр, а просто убрать огрубевшую кожу, чтобы она не мешала мне при коррекции. Дальше нужно поработать пилкой, сузить свободный край, хотя он и так уже сужен, потому что перед этим у нас был современный медаль. А также, конечно, пилкой быстро пройтись по поверхности натурального ногтя, чтобы снять жирные глянецы, чтобы твердые материалы хорошо держались. Дальше наношу дегидратор, бескислотный праймер и тонким слоем втираю базовое покрытие. Использую базу для гель-лака, это база от торговой марки Коди. Сегодня будем делать выкладной френч, но решили ложе сделать блестящим. Так как у меня закончился камуфлирующий материал с блестками, то решила его сделать самостоятельно. У меня есть два классных полигеля от торговой марки Файна, они мне очень нравятся по консистенции, но мне не очень нравятся их оттенки. Точнее, не нравится оттенок вот этого коричневого. Ну, слишком он какой-то коричневый, не всем подходит. Поэтому я беру этот коричневый, беру розовый полупрозрачный, к этой смеси буду добавлять разные блестки. И совсем чуть-чуть я еще добавлю мерцающие втирки, ну, чтобы материал прям переливался. Я беру металлический испатель и хорошо размешиваю эти два материала между собой. Вы сейчас видите, что я прям вжимаю полигели прям к стеклу, чтобы они очень хорошо перемешались. Ну, и я прям растираю их по стеклу, чтобы выгнать все пузыри. Это нужно делать обязательно, потому что если просто взять и перемешать, в воздухе вот так перемешивать, то получатся пузыри. Ну, и этим материалом уже будет невозможно работать. Точнее, получится не очень красивый результат. Поэтому работаю именно в такой системе. Материал готовый, так что я приступаю к работе. Сам полигельфай, но очень плотный и кистью им не всегда комфортно работать. Поэтому я изначально всегда беру вот такую апельсиновую палочку и сначала вот так растаптываю материал. За счет того, что материал плотный, он прям стоит на месте, никуда не течет. В общем, в этом плане с ним работать очень хорошо. Дальше в работу уже идет кисть, смоченная спиртом. И я ею разглаживаю уже окончательно материал и придаю в ложе форму. Ногти длинные, поэтому мне удобнее выкладывать ложе в два слоя. Первый уже просох, поэтому выкладываю второй. Материал заполимеризовался, так что смело снимаю липкий слой и приступаю к пилу. Можно, конечно, сразу же пилкой придавать бортику четкость, но мне всегда прям хочется взять вот такую тонкую керамическую фрезу и подпилить бортик, чтобы он стал еще четче. Ну а дальше уже, конечно, все дорабатываю пилкой. Ложа готова, так что могу смело приступать к свободному краю. Он сегодня будет белого цвета, поэтому я беру белый гель-лак и подвожу им бортик для того, чтобы прям свободный край казался еще ярче. Ну и как я уже и сказала, свободный край будет белым. Для него я буду использовать белый гель-желе от торговой марки ВАМ. Работать сегодня им буду в два слоя. Сняв липкий слой, приступаю к пилу. Продолжение следует... Продолжение следует... В конце с помощью фрезы U-Lab отправляю свободный край. Обработав кутикулу, перекрываю ногти топом. Вот такой результат у нас в конце получился. Вроде бы классический белый выкладной френч, но мерцающий камуфлирующий полигель добавил свою изюминку. Напишите в комментариях, делаете ли вы такие замесы, когда у вас не оказывается нужного вам материала в данный момент. Пишите, мне будет очень интересно почитать. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ну а с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем пока-пока.